Рассказ «Конь с розовой гривой» написан в 1968 году и вошел в сборник Оставьева для детей и юношества под названием «Последний поклон». Произведение является автобиографическим, которое описывает эпизод из детства самого автора. Писатель раскрывает тему взросления ребенка, формирования его характера и мировоззрения. Главные герои. Витя, сирота, внук Катерины Петровны, живет в сибирской деревне с бабушкой и дедушкой. От его лица идет повествование в рассказе. Катерина Петровна, любящая бабушка главного героя, верит в Бога, рассудительная, общительная, милосердная, строгая женщина. Санька, сын соседа Левонтия, вредный, злой, беспринципный мальчик. Левонтий, бывший моряк-пьяница, сосед Катерины Петровны, хорошо относится к Вите. Повествование начинается с, казалось бы, обычной просьбой сходить по ягоды, но превращается в жизненный урок для главного героя. Соседские ребятишки собираются в лес по ягоды и бабушка нашего героя просит сходить вместе с ними, чтобы собрать землянику на продажу. В качестве благодарности она обещает внуку привезти из города пряничного коня с розовой гривой. У деревенских детей такой пряник считается самым крутым угощением. Нужно сказать, что дети дяди Левонтия были все время предоставлены сами себе. Семья бедствовала и жила постоянно в нужде, так как все заработанное тяжелым трудом раздавалось на долги и лишь в день получки можно было хорошо поесть. Всю дорогу Левонтиевская орава вольничала и дурачилась. Однако, придя на место, все дружно рассыпались и стали усердно собирать ягоды. Наш герой рос под опекой бабушки, работящей, добрым и прозорливой женщины, ведущей домашнее хозяйство. Она воспитывала мальчишку в добре и справедливости. Но вернемся к сбору ягод. Между одним из левонтиевских детей и нашим героем возник спор, в котором пришлось принимать решение на слабо. Все собранные ягоды были съедены и дети гурьбой побежали на речку. Настало время возвращаться и нашему герою стало боязно идти домой. Спорщик Санька посоветовал набить травой корзинку, а сверху положить немного ягод, то есть пойти на обман. Придя домой, бабушка забрала посуду с ягодами. Мальчишка поел и пошел снова гулять. На улице встречает уже известного Саньку и рассказывает о том, что бабушка не заподозрила обмана и сразу же попадает на новый обман. Ворует калачи из подвала взамен на молчание Саньки. Потом всю ночь он не спал, его одолевали страсти, приняв решение ждать до утра и все рассказать, он засыпает. Утром вернувшаяся из города бабушка очень эмоционально говорила о продаже ягод с укором в сторону внука, понимая, что тот уже не спит. Горько ей было за внука, за его обман. Вернувшийся дедушка поддержал по-мужски внука, приободрил его. Витя вышел к столу и только начал просить прощения, как был усажен за стол и накормлен. Бабушке дали выговориться. Наступила тяжелая тишина. Мальчик сидел с опущенными глазами, он понимал, что поступил плохо. Оторвав от стола взгляд, мальчик не поверил своим глазам. Перед ним лежал пряник в виде коня. Мудрая бабушка сдержала свое слово, а Витя запомнил урок на всю жизнь. Ему стыдно. Он понял, что нельзя обманывать близких людей. Нужно быть честным и всегда отвечать за свои поступки.